Всем привет! Дядь Юр дает прогноз на матч третьего тура группового раунда Лиги Европы Спартак-Лестер В матче второго тура Лестер проиграл в Польше, пропустив гол в середине первого тайма У Эмрелли получился очень точный удар, мяч угодил в стойку в рот шмех или отскочил в ворота У англичан было 3-4 реальных момента, чтобы сравнять счет, но реализовать их не удалось В концовке матча, когда Лестер всей командой убежал сравнивать счет Уже Легия имела два стопроцентных момента, чтобы забить и второй гол, но опять же удары ушли в молоко Спартак сенсационно обыграл Наполе в гостях Матч начался с рекордно быстро забитого гола Максименко грубо ошибся на выходе и Элмаз открыл счет уже на 12 секунде матча Наверное в этой игре гостям ничего не светило бы, если бы не удаление на 30-й минуте у хозяев, когда красный свет увидел Марку Руй Подопечный Руй Виторий сполна воспользовались численным преимуществом, забив три гола В концовке матча судья уравнял составы, но хозяевам удалось лишь сократить отставание в счете На выходных Спартак в нервном матче скатал ничью 2-2 с Динамо А Лестер выставил дома и мьют 4-2 Таким образом, беспроигрышная серия москвичей растянулась уже на 4 матча У Лестера, если не брать во внимание игру с Лигой, идет серия с 4 матчей, в которых Лисы забивали не менее 2 голов за матч Скорее всего, Лестер будет играть без ряда ведущих игроков Но и ближайший резерв у команды Роджерса вполне квалифицированный, чтобы показал, что показал матч в Польше, где гостям очень уж не везло Спартаку будет непросто, ибо Лестер приедет однозначно за победой Последнее место не устраивает команду С учетом того, что Лига Европы такой себе турнир для команд типа Лестера Здесь гости могут сыграть в открытый футбол в надежде на панели пропал Для Спартака Лига Европы более значима, поэтому москвичи, скорее всего, будут играть основой и на полную катушку В такой ситуации можно ожидать результативной игры, которую так полюбил Лестер в последнее время С учетом того, что в предыдущих матчах Спартаку где-то везло, а Лестеру нет Можно ожидать, что Фортуна не будет вмешиваться в ход поединка И в таком случае гости здесь не должны бы как минимум проиграть Из связки Total больше Оби забьют до Х2 Самый высокий коэффициент стоит на Total больше 1.95 На Оби забьют до 1.69 На Х2 1.26 Брать Х2 за 1.26 нет большого желания Тут уж если рисковать, можно брать чистую победу гостей за 1.93 Правда, и здесь коэффициент нехти какой высокий Лестер здесь вряд ли проиграет Но ничья запросто может заскочить Причем в последних матчах Лестер очень любит ничьи на 2-2 В последних четырех матчах Лисы чередуют ничьи на 2-2 С поражениями или победами И на очереди стоит как раз ничья 2-2 На Оби забьют до коэффициент тоже не очень большой Остается взять Total больше за неплохие 1.95 В надежде на то, что у Лестера снова полетит Да и Спартак тоже должен забивать У Шмейхеля сейчас не получается отстоять на 0 На руль доходного варианта здесь ничего лучше ничьей не придумать 3.68 вполне адекватный коэффициент А шанс на ничьейный матч здесь вполне и вполне реальный На этом все, Детюра верит, что у вас все получится Всем оптимизм и удачи, будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok